Рекламно-информационная программа Слушайте доктора В эфире программа «Слушайте доктора». У микрофона работает Светлана Занько. Тема сегодняшней программы – БАДы и лекарства, конкуренты или союзники. Гости программы – Алексей Егоров, генеральный директор компании «Аварус». Добрый день. Добрый вечер. Добрый день. Да, мы сейчас поясним, почему мы путаемся в представлении. И Алексей Стоилов, руководитель отдела контроля качества компании «Аварус». Добрый день, Алексей. Добрый день. Значит, мы записываем программу, и сегодня седьмое число. Это среда, а программа выходит в эфир в пятницу, поэтому можем говорить вечер и день, хотя программа днем выходит. Два часа дня, а мы пишем сейчас вечером. У нас есть план программы. У нас целая лаборатория на столе, поэтому все, кто нас слушает сейчас по радио, могут вечером зайти на сайтах акеров.ру и посмотреть видеозапись программы, и увидеть, что мы здесь, собственно говоря, будем производить. Хотя, конечно, каждый свой шаг мы словами тоже будем описывать. Итак, мы сегодня будем говорить о лекарственных препаратах и о БАДах, и о том, как не ошибется в выборе, и о том, как вообще обороты лекарственных препаратов и качества и БАДов контролируются, и что мы должны делать, как обращать внимание, на что обращать внимание при покупке тех или иных препаратов. Но прежде я бы хотела, чтобы вы, Алексей Глебович, прокомментировали события, которые накануне записи нашей программы, 6 февраля, были озвучены Минздравом. Минздрав России уведомляет о начале разработки документа, которым будут внесены изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации. Связана цель документа защиты населения от фальсифицированных недоброкачественных лекарственных препаратов, медицинских изделий и профилактика борьбы с соответствующими правонарушениями и преступлениями. Ссылается на подписанную в октябре 2017 года конвенцию ЕС, которая призвана бороться, то есть усилить наказание за производство и распространение посредничества в распространении импорт и экспорт, фальсифицированных лекарственных средств, а также активных фармацевтических ингредиентов и вспомогательных веществ. Да выходят статьи в федеральной прессе прямо с заголовками за фальсификат на нары и прочее. О чем вообще речь идет? Что это значит? Ну, вы знаете, я с постановлением или законом еще детально... Они только готовят его. Начало разработки документа. Эта тема обсуждалась, она и ранее обсуждалась. Но давайте просто поймем, что такое фальсификат. Ведь, допустим, если взять любое производство, в том числе и производство лекарственных препаратов, это не исключение, то говорить о том, что при производстве лекарственных препаратов 100% исключена возможность выпустить в рынок какую-то недоброкачественность, ну, это, наверное, ни один эксперт это не возьмется сообщительно сказать. То есть, это производство, высокотехнологичное производство. Я понимаю, что существуют стандарты отраслевые. И в тот же вот GMP мы сегодня говорили уже... Сегодня мы ссылаемся на программу «Разворот на бизнес», где мы принимаем участие. Она тоже на сайте у нас есть. Да, на сайте у нас есть. И я говорил, что мы прошли аудит европейского уровня. И система качества, она построена таким образом на любой площадке, которая производит лекарственные препараты, чтобы не только проверять качество выпускаемой продукции, но чтобы оценивать риски возможные, которые могут существовать, исключать эти риски. То есть, это, когда мы говорим «система качества», это несколько больше, чем просто контроль качества выпускаемой продукции. То есть, это целая система, которая гармонично должна обслуживать такого плана производства. Но при всем при том, если мы возьмем историю этого вопроса и посмотрим, то, конечно, на протяжении, допустим, двух-трех лет, если можно проанализировать, были достаточно крупные такие истории по перепутыванию, маркировке и так далее, которые даже имели летальный исход. Но и там свои уголовные дела. Здесь не надо заводить и что-то дополнительное утверждать. Понимаете? Ну, это просто ошибка, сбой в производственных процессах. Да, лекарственный препарат – это особая категория. Я не считал бы, наверное, возможным и нужным делать акцент на усиление таких вопросов на наркотах и так далее. Надо разбираться, что такое все-таки фальсификат. То есть, если люди осознанно вместо активного вещества закладывают мел или тальк, в лучшем случае для потребителя это не имеет никакой терапевтической эффективности, это одно. Конечно, за это надо наказывать. Наказывать жестоко, сурово. И, конечно, здесь уголовное законодательство должно быть. Но это мошенничество. То есть, я так понимаю, что это уже существует в нормах Уголовного кодекса. Если же это какой-то сбой технологического порядка, системы качества и так далее, но это несколько другая зона уровня ответственности и так далее. Моя позиция в этом вопросе такая. То есть, ужесточать можно, пожалуйста. Можно посадить всех. Вопрос, решится ли за счет этого изменения в законодательных нормах этот вопрос или нет. Не знаю. С моей точки зрения, изменение каких-то нарушений или каких-то правонарушений возможно только тогда, когда каждый случай будет иметь наказание. Я не говорю, должно ли быть оно очень жесткое или жесткое. Ну, просто неизбежность наказания должна быть всегда. Вот если это будет обеспечено, то я уверен, что нарушения будут сходить на нет. Вы прям повторяете практически слова специального полномоченного по вопросам здравоохранения Еврокомиссии и безопасности пищевых продуктов Витениса Андрюкайтеса, который именно так и говорил, что наказание эффективно только тогда, когда они применяются должным образом. Все преступники должны быть наказаны и в соответствующем образом. Просто приводятся цифры, что, например, за фальсификат лекарства в Литве штрафы колеблются от 4 тысяч евро, а в Испании до 1 миллиона. То есть в ЕС вот такой большой разбег хотят, видимо, сравнять, потому что если низкие штрафы, соответственно, фальсификат идет туда, где меньше ответственность. Как это будет выражено в Российской Федерации, мы пока с вами не знаем, но скоро увидим. Скоро узнаем, да. Скоро увидим. И тем не менее всегда возникает вопрос при покупке лекарств, какое лекарство лучше, что купить того или другого производителя, соблюдаются, не соблюдаются стандарты, что добавить к этим лекарствам. Очень часто мы справляемся о различного рода и лекарствах, и БАДах в интернете, встречаемся с очень похожими названиями, с очень похожими коробочками. Часто нам говорят, что одно может заменять другое, попробуйте еще это, попробуйте еще это. У вас есть примеры, которые вы можете описать. Светлана, извините, что перебил. Система контроля качества лекарственных продукций, лекарственных препаратов, которые находятся в обращении в Российской Федерации, выстроена достаточно четко и работает достаточно эффективно. Занимается таким контролем Росздравнадзор. Это одно из отделений Минздрава. И именно Росздрав нацелен на то, чтобы производить выборку с рынка, выборку у дистрибьюторов, у производителей и проводить такой контроль. Вот вы видите, у нас в данном случае коробочка фильтрума. Здесь лактофильтрумы, это наши сорбенты, которые мы производим. Они имеют статус лекарственного препарата. И вот мне уполномоченное лицо по качеству, допустим, подготовила справку о выборочном контроле в 2017 году, январь 2018 года по этим двум продуктам. Фильтрум и лактофильтрум. Я вот вам ее передам. Вы увидите, сколько раз за год нас проверяли. По сути дела, лактофильтрум таблетки было отобрано 16 серий. То есть, это где-то примерно 2,3 серии в месяц выбирается. И фильтрум 19 серий. Это чуть больше 2,5 серии в месяц. То есть, выборочный контроль проводился по всей территории Российской Федерации. Делали закупки, отбирались с аптечных. У дистрибьюторов, из больниц, с аптек, от нас и так далее. И проводился полный анализ. Что такое полный анализ? На любой лекарственный препарат, если вы его покупаете, вы видите, значит, регистрационное удостоверение. Вот сейчас Алексей Глебович показывает мне коробочку. На коробке прямо написано регистрационное удостоверение. Это то удостоверение, которое данный лекарственный препарат зарегистрирован в Реестре лекарственных средств Российской Федерации. У него есть нормативная документация, которая нормирует все физические, физико-химические показатели, которые были заявлены нами как производителем при такой регистрации. И, соответственно, именно по этим показателям и обладая этими показателями, мы утверждаем инструкцию медицинского применения. То есть, соответственно, все, что находится в инструкции медицинского применения, имеет подтверждение. Систему проверки качества проводится по всем показателям, включая внешнего вида, замятия коробки и так далее. И в случае обнарушения какого-то несоответствия идет встроенная система отзыва этого продукта. То есть, система построена таким образом, что на территории каждого региона и так далее есть управление. Росздравнадзор идет сразу отзыв этого препарата с рынка, при остановлении его реализации оборота к производителю или к дистрибьютору, если это иностранный препарат, идет сразу же обращение, мы должны проводить совет по качеству, анализировать, откуда могла быть причина такого брака, принимать какое-то решение, либо по отзыву и утилизации, либо по каким-то дополнительным исследованиям этой проблематики. Более того, каждый производитель в системе качества, обязан после выпуска лекарственного препарата определенной серии закладывать арбитражные образцы, которые являются как бы эталоном, мы тут уже делаем сравнение, а что у нас по эталонному образцу, который у нас в определенных условиях контролируемых находится и так далее. То есть, это целая стройная система, ведь препарат мог испортиться и при транспортировке, и при хранении на дистрибьюторном складе и так далее, и у того же потребителя. То есть, надо посмотреть, на каком этапе произошел – Конечно. Но при этом до тех моментов, пока не будет принято какое-то решение и так далее, в любом случае эта рисковая серия, она приостанавливается в обороте до принятия окончательного решения регуляторным органам и самим производителям. Это в совокупности производится. – Как часто это случается? – Ну, бывают такие случаи. Вот в данном случае мы, благодаря определенным средствам массовой информации, не буду их называть, но они нас очень любят, и вот так они точно вкрапляют по нам в Кировской области информацию. Да, вот они выпустили, что там, допустим, была приостановлена оборот серии таблетки эритромицина. Я не помню, там номер серии и так далее. Но я как бы давал комментарии и обращался к главному редактору этой замечательной газеты. В данном случае нашей вины в этой ситуации нет. Дело в том, что для того, чтобы исследовать и проверить качество конкретного препарата, исследуются еще стандартные образцы, ну, то есть это как стандарт, эталон времени и так далее. Надо с чем-то сравнивать. Вот мы сегодня принесли, видите, замечательные колбочки, у нас тоже здесь будет стандарт, с которым мы будем сравнивать. Это химический реактив, который будет показывать сорбционную способность нашего продукта. И в данном случае этот стандарт выпускает определенный институт, ну, допустим, европейского качества, это ДКМ, который как бы гарантирует эти стандарты. И эти стандарты прописываются в методиках и утверждаются как раз-таки в регистрировании досье на препарат. Когда мы регистрировали продукт, когда мы выпускали эту серию эритомицина, определенный стандарт примеси эритомицина, там, по-моему, примесь А или С, я уж не помню, да, она выпускалась ДКМ, была в наличии, в доступе. Прошел полгода, и ДКМ, он нам не подчинен и так далее, они сняли с производства этот стандарт. Но в нормативной документации, в методике по проверке качества нашего препарата этот стандарт остался. И Росздрав закупил эту серию эритомицина в своей аккредитованной лаборатории, по-моему, в Казани, если не ошибаюсь. Они решили проверить ее, но этого сделать не смогли по той простой причине, что этот стандарт был недоступен уже на тот момент. И понимаете, насколько эффективно работает система контроля качества, что они приостанавливают выпуск оборота лекарственного препарата даже тогда, когда они по каким-то даже техническим причинам, которые я сейчас обозначил, они не могут подтвердить качество или не могут подтвердить некачество этого продукта. В данном случае, да, мы приостановили оборот, изъяли эту серию, подали изменения на включение, доработали методику, изменили тот стандарт, который может применяться и так далее. Идем дальше. Вот сейчас у нас эти изменения в ближайшее время уже выходят. Мы опять-таки эритромицин сейчас запускаем в производственную программу. А долго это по времени заняло? Вот, к сожалению, эти вопросы изменения в нормативную документацию, все, что касается изменения инструкции медицинского применения, валидации методики, изменения этих методик и так далее, это, к сожалению, проходит экспертизу. Экспертиза – это всегда достаточно длительная процедура, она длится не менее чем от 6 до 10-12 месяцев, все тоже зависит от того, что вы должны тоже предоставить на экспертизу определенные образцы, то есть бывают задержки, потому что это все-таки импортные поставки и так далее, там колонки, ну, то есть это вот такие достаточно тяжелые процедуры, надо с этим работать, это нормально. Ясно, ясно. Давайте все-таки вернемся к коробочкам. Вот я ведь не зря сказала про похожие названия на самом деле, потому что видишь, вроде коробочки с похожими названиями и кажется, раз называется с применением одинаковых корней каких-то там, да, то, видимо, и вещества какие-то, и действия похожие, и часто очень лекарственные средства и пищевые добавки носят тоже похожие названия. Смешивается ли здесь как-то понятие, вот есть ли какое-то здесь противоречие все-таки, есть ли какая-то угроза, например, для покупателя или угроза для производителя, когда буквально до смешения мы видим название препаратов или их внешний вид? Ну, вы знаете, если говорить о производстве лекарственных препаратов, то Минздрав сейчас принял четкую позицию, что даже на одной площадке не могут регистрироваться препараты с одним МНН, но под разным дизайном и под разными торговыми марками. Хотя сейчас эта норма как бы пересматривается, но она сейчас действует, это как раз-таки для того, чтобы не вводить в заблуждение потребителя. И по большому счету, но по большому счету я не вижу здесь каких-то проблемных зон ни для потребителя, не для производителей, если только, конечно, самостоятельно те люди, которые производят те или иные продукты, не пытаются использовать какие-то незаконные методы. Вот в данном случае вы правильно сказали, что есть одинаковые ингредиенты, но в данном случае зачастую этими лазейками пользуют все-таки производители БАДов. Да, давайте мы четко разъясним нашим слушателям, что такое БАД, что такое лекарственное средство. Минологически активная добавка – это комплекс каких-то веществ, микроэлементов, там будем говорить, или питательных каких-то элементов для восполнения в рационе питания этих элементов. То есть, то, что мы в своем обычном рационе, находясь там в городе Кирове, не можем восполнить, имея, так сказать, традиционную какую-то еду. В данном случае, вот вы видите, у меня сорбиком в руках, это замечательный БАД, еще раз подчеркну, я ничего не имею против биологически активных добавок, в состав которого, как вот здесь написано, у производителя находится лигнин. Ну, вот я оставлю эти коробочки и так далее. Ну, ок, возьмем наш продукт, который лекарственный препарат, тоже видим, что здесь написано действующее вещество лигнин гидролизный, 400 миллиграмм. Значит, здесь лигнин и здесь лигнин, но это БАД, это лекарственная... Разница в цене присутствует. Разница в цене, несомненно, будет присутствовать, это как Мерседес и Запорожец, есть разница в цене, у вас же не возникает, почему это так. Да, потому что здесь вы контролируете качество, контролируете его по определенным показателям, проверили его эффективность, что он работает на те показания, вот он, можете написать, да, в качестве дезинтекционного средства при экзогенных, эндогенных интоксикациях различного происхождения, острое отравление, комплексная терапия пищевого тега, сальмонинлеза, дезинтерия, гнойно-воспалительные заболевания и так далее, и так далее, и так далее. То есть, это те вещи, которые проверены, доказаны клиникой, применяются в практике. У Сорбикума этого нет. Если вы откроете, есть такой замечательный регистр пищевых добавок, его Роспотребнадзор, это Росздравнадзор и Министерство здравоохранения. Это вы сейчас на фильтром покажете. Да, лекарственные препараты. БАДы, у нас другое ведомство контролирует, это пищевая продукция, это Роспотребнадзор. И здесь другая история. Если вы зайдете на сайт Роспотребнадзора, вы найдете регистрацию эту Сорбику, вы увидите, что это исключительно область применения в качестве биологически активной добавки к пищу дополнительного источника нерастворимых пищевых волокон, лигнина, все, точка. То есть, если вам нужны пищевые волокна, пожалуйста, в виде лигнина вы их можете употребить и получить ту эффективность. Если вам нужна терапевтическая эффективность, профилактика, которая, я вам озвучил, достаточно серьезная форма заболевания или проблематику, вы должны употреблять этот продукт с назначением врача или, если это УТСИ, продукт в данном случае, как здесь, делать самовыбор. Но что происходит? Что значит делается самовыбор? Самовыбор в аптеку... И без назначения врача, как и с Сорбиком получается. Ну, Сорбиком – это БАД. БАДы вообще всегда без назначения врача продаются, но лучше все равно с врачом советоваться. Потому что, да, советоваться надо в любом случае, тем более это ваш организм, вы же БАД для чего-то употребляете, витаминные продукции есть в форме БАДов, их достаточно много и так далее. Конечно, совет врача никогда не помешает. Но в данном случае мы говорим, когда самовыбор, то есть есть продукты исключительно рецептурные, лекарственные препараты, только по рецепту, только по назначению врача, а есть продукты ОТС, то есть это продукты свободного обращения, то есть вы можете, так сказать, прийти и совершенно спокойно купить. Но все-таки они отличаются не только тем, что вы зарегистрированы и прошли все там лабораторные исследования и испытания и так далее, как медицинский препарат, а эти нет, да, Сорбиком и любой другой БАД не должен проходить вот этих всех историй. Не должен проходить. То есть и у этого... Они отличаются и действием. Они отличаются и действием. Дело в том, что когда вы регистрируете БАД, вы должны также, так сказать, его регистрировать по определенным показателям, которые будут характеризовать качество этого продукта. Но в данном случае, когда регистрируют БАД, смотрят вредности, количество того вещества, которое вы хотите в дневном рационе у себя применить. Посполнить. Да, ну там может быть микробиология, может быть тяжелые металлы, ну, собственно говоря, все. То есть по большому счету, если мы говорим о БАДе, этим все и заканчивается. То есть отсутствие терапевтического эффекта должно быть выражено. Если это активное вещество, оно не должно превышать терапевтические дозы, потому что есть активные вещества, которые могут использоваться и там, и там, да, и в лекарствах и так далее. И никакой эффективности здесь, оно не заявлено, не подтверждено. Давайте все-таки посмотрим, в чем разница, как по-разному работают, вот на эксперименте, который сейчас нам проведет все-таки, наверное, Алексей. Как по-разному работают два препарата, имеющие в своем составе одно и то же вещество? Давайте, это будет сделать достаточно наглядно. То есть мы еще раз говорим, что здесь на пачке мы видим лигнин, что здесь мы на пачке видим лигнин. То есть и то, и другое, так сказать, это лигнин. И в интернете, откройте интернет, там очень много каких-то формов. Ну, я вот зачем буду покупать фильтром это дорогое вещество, вот лучше купим сорбикум. Давайте начнем с эксперимента, а вы будете комментировать. Да, мы сейчас сделаем два эксперимента. Значит, нальем простой воды в две емкости. Вода одинакового качества по составу и одного объема. Значит, в одну, в один стакан мы положим сорбиком, в другой фильтром. И посмотрим, что будет происходить. И как раз-таки на этом примере я дословно покажу. Вот в данном случае Алексей берет, что вы взяли, лактофильтром. А, сорбиком. Да, вот он положил в левый стакан, ну, левый от него таблетку сорбикума, а в правый стакан он положит сейчас таблетку лактофильтрома. Значит, ну что, допустим, если мы возьмем нормативную документацию, которая характеризует качество нашей продукции, мы увидим, что, допустим, в препарате фильтром есть такой показатель, как распадаемость. Это очень важно для препаратов. То есть, есть такие показатели растворимости, но в данном случае лигнин не растворяется, он распадается. То есть, это говорит о том, через какое время этот продукт, попадая в ваш организм, в ваш пищевод, должен распадаться на частички, тем самым увеличивая сорбационную сорбационную способность данного продукта, и он начинает работать. Вот мы наглядно видим, в одно и то же время мы, значит, данные препараты поместили. Я не знаю, видно там пока. Я вижу, что фильтром вообще как-то стало что-то даже всплывать, погружаться. Он сейчас разбухнет, он сейчас будет разваливаться на множественные количественные частички, то есть, он будет распадаться. А сорбик он так слоями немножечко слоевается. С сорбиком, как была таблетка, так он и остается таблеткой. Причем, по нашим экспериментам, есть таблетка, которая просто плавает на поверхности и так далее. Дальше что делаем? Дальше мы делаем, берем две колбочки, наливаем также водой. Тут того же... А, не водой. Это уже сорбция. Да, у нас мы сейчас покажем сорбцию. Значит, сорбция доказывается определенным раствором. То есть, комментируйте, Алексей, это... У нас есть раствор красителя метиленового синий. То есть, вы видите, что я из... Он синий, да. Да, он синий, во-первых. А во-вторых, я наливаю в оба... В обе емкости я наливаю из одной бутылки, то есть, тут нет никаких фокусов и обмана. Ну, и давайте мы поясним, что такое сорбция. Это возможность удерживать какие-то элементы, какие-то красители, там, тяжелые металлы и так далее из раствора, сорбировать их и выводить дальше из организма. То есть, я в обирку наливаю стандартный раствор, который у нас будет раствором сравнения. Который мы налили в эти колбочки. То есть, эта цветность одна и та же. В одну колбочку мы... Мы также точно помещаем фильтр. Во вторую сорбику. Сейчас придется немножко подождать. Сейчас суть эксперимента будет заключаться в том, что мы ждем, пока они распадутся. Алексей взболтает. Пройдет какое-то время. Мы нальем, сделаем отбор из этих двух пробирок. Нальем в две пробирки и сравним тот цвет, который будет получаться в первом и втором случае. Я правильно понимаю, что хорошо сорбирующее вещество должно обесцветить раствор? Конечно. А если сорбция плохая, то раствор останется синим. Конечно. Будем ждать результат. У нас остается не так много времени все-таки. Почему производитель... Вот вроде бы, что тут переживать-то? У вас лекарственное средство, запатентованное. Есть БАК, который тоже работает, он тоже запатентованный. Почему вас беспокоит его наличие на рынке? От чего я знаю, что сейчас у вас идет по этому поводу спор? Ну, спора как такового нет. Нет, мы просто обращаем внимание различных органов. Это федеральная антимонопольная служба, в первую очередь, по недобросовестности рекламы со стороны ряда лиц. Я не говорю, что это Восток, но принципиально, с моей точки зрения, и Восток... Восток – это производитель... Восток – это производитель БАДа. Да, потому что, заходя на сайт, и даже имея на руках вот этот вот листок вкладыш, мы читаем дополнительную информацию, биологическая активная добавка к пище. И пошло. Лигнин – компенсировать недостатки естественных пищевых волокон к пище человека. Это то, что, собственно говоря, зарегистрировано сорбик, но дальше начинается, положительно влияет на микрофлору кишечника, улучшает функциональное состояние желудочно-кишечного тракта, используется для профилактики ожирения, атеросклероза, сахарного диабета, то есть указываются такие тяжелые заболевания, собственно говоря, которые, ну, ни один БАД не вправе, как бы, говорить о том, что теленные воздействия... Вы считаете, что такими материалами вводят в заблуждение? Конечно, однозначно. Однозначно. Ведь, понимаете, здесь же есть еще другая хитрость. Если вы возьмете, еще раз зайдете на сайт Роспотребнадзора, вы увидите, какие продукты, какие активные вещества зарегистрированы при экспертизе данного БАДа, вы увидите, что там написано «лигнин гидролизный пищевой». Но в данном случае я читаю упаковку или я читаю листок вкладыша, нигде слова «пищевой» нет. Понимаете, это есть некие нюансы, используя для того, чтобы идти спойлером вполне проверенному лекарственному препарату и тем самым вводя в заблуждение потребителей. То есть мало того, что потребители не получают той эффективности. Благо бы они бы еще и проблему не получали бы с этим продуктом. А они серьезно отъедают потребителя? Ну, вы знаете, на самом деле количество потребителей, которые уходят с нашего продукта в этот продукт, оно невелико. Но меня принципиально беспокоит принципиальный вопрос. Потому что мы буквально сегодня тоже в развороте с вами обсуждали… В развороте на бизнес. Да, в развороте на бизнес мы условия инвестирования. И когда различные предприятия или различные участники рынка бизнеса находятся в разных условиях, это не нормальная ситуация. Это не способствует нормальной конкуренции нормальному бизнесу. То есть в вашем случае вы конкурируете, получается, на рынке не только препаратами, но еще и какими-то условиями производства? Ну, условиям производства нет, а условиям производства проверки качества однозначно. То есть требования по производству БАДа и условия по производству лекарственных препаратов – разные вещи. У вас гораздо серьезнее затративнее. Ну, здесь вот смотрите, я вам показал, какое количество проверок, допустим, за последний год было проведено со стороны Росздравнадзора нашей продукции. Теперь я показываю, здесь вот, наверное, наглядно видно, да, как выглядит. Я вот ее только взял из сорбикума, да. А теперь я вот хочу обратить внимание на инструкцию. Торговое название, описание. Вот я дословно читаю. Таблетки темно-коричневого цвета с бело-серыми вкраплениями. Светлана, вот я вам передаю эту таблетку и прошу вас озвучить слушателям. Видите ли вы темно-коричневую таблетку с бело-серыми вкраплениями? А это значимая вообще такая вещь? Ну, вы понимаете, когда вы идете в магазин и покупаете... Может быть, отклонения какие-то бывают? Да, вы покупаете курицу и видите, что она красного цвета. Вас это насторожит или нет? Я бы больше сравнивала с колбасой. Ну, хорошо, когда она приходит, а вы, а она зеленая колбаса, вы ее купите или нет? Ну, я не вижу. Может быть, это допустимо в БАДах? Еще раз, я беру... Ну, понимаете, еще раз. Любое изменение. Вот я вам говорю, как Росздравнадзор проверяет качество лекарственного препарата. Любое изменение, даже по внешнему описанию... Это в лекарственных препаратах? Конечно. Если написано белый цвет, если написано серый цвет, если написано рыжий цвет, а идет какое-то изменение... А вы должны? А они, может, не должны или они тоже должны? Слушайте, Светлана, если есть описание с бело-серыми вкраплениями... Они не с бело-серыми, но им разрешено или нет, БАДовцам? Нет. БАДовцам тоже не разрешено. То есть, еще раз, любое отклонение от тех образцов, которые были заявлены на экспертизу, вошли в регистрационное проверение, уже говорит о том, что, значит, данный БАД либо сделан не по составу, либо там идут какие-то химические изменения, которые изменили внешний вид. И мы говорим о том, что это уже первый признак того, что как минимум надо разбираться в этой проблеме. Вывод. У нас остается полминуты. Стряхиваем колбочки. Успеваем. Стряхиваем колбочки. И, так сказать, параллельно, пока Алексей стряхивает колбочки, вы видите, что колбочки изменили цвет. Сейчас вот он... Ну, давайте еще пока чуть-чуть... Что посела. Я уже вижу, что одна колба практически не изменила цвет. Ну, мы так пока... Это надо видеть все-таки в пробирке. Мы это сейчас наглядно увидим. Вот. И я повторюсь. Есть же эти вопросы и к лактосорбику. Мы проверили количество луктулоза, которая здесь должна существовать. Это тоже одно из активных веществ. Мы не увидели того количества, которое было заявлено при государственной экспертизе. Это тоже БАД. Это тоже БАД того же производителя. То есть, когда вы пытаетесь что-то купить, допустим, вы приходите в магазин и покупаете курку на гусином пухе, а в результате вы покупаете, платите деньги как за гусиный пух, а покупаете фуфайку. Вас это устроит? Нет, конечно. А как интересно у вас. И у вас фильтром лактофильтром, а у них сорбиком лактосорбиком. И лактосорбиком. Ну, это лигнин вместе с лактулозой или просто чисто стопроцентный лигнин. И в данном случае я вам также передам заключение Роспотребнадзора, которое говорит, что в составе замечательного продукта лактосорбикума, не обнаруженное белое-серое включение, что является отклонением. И также в лактосорбикуме находится меньшее количество лактулоза, и ровно в два раза меньше, чем она заявлена при регистрации. То есть, вы боретесь сейчас? Мы боремся с этим, да. Мы пытаемся на это. А вам отвечают на это? Нам отвечают, но отвечают, с моей точки зрения, пассивно. Я не понимаю, когда есть на рынке продукт. Качество этого продукта находится под сомнением. И в данном случае в отношении производителя БАДа не проводится каких-то внятных для меня мероприятий, которые могли бы в ситуации изменить. Да, я думаю, что разговор будет продолжен. Что я сейчас наблюдаю в пробирках? Я одну вижу пробирку с практически прозрачной, почти белой водой. Пробирка от Фильтрума, да? Да. Сейчас они подставляют. И вторая пробирка, она такая голубого цвета. Она, конечно, не такая синяя, как изначальная вода. Конечно. Но и не белая, как у Фильтрума. То есть мы говорим о том, что это у нас контрольный образец, который мы первоначально наливали. Это образец после нахождения в нем Сорбикума. Это образец, который находится после нахождения в нем нашего продукта, Фильтрума. Да, ну вот мы наглядные действия увидели. Спасибо большое нашим гостям. Я думаю, что про вопросы, про выбор лекарств, про то, что можно потреблять и как на что обращать внимание, мы, конечно же, продолжим. Так же, как и продолжим следить за вашей борьбой, за качеством препаратов, которые у нас находятся в общем доступе в аптеках. Благодарю за беседу Егорова Алексея Глебовича, генерального директора компании «Воруссель» и Алексея Стоилова, руководителя отдела контроля качества. Еще раз, видеопрограмма будет на сайте хакирова.ру уже сегодня вечером. Ну, а в заключение я буквально еще два слова хотел бы сказать, что, уважаемые потребители, мы боремся только за вас. Я хотел бы, чтобы вы четко для себя понимали, что БАДом лечиться невозможно. Эффективность БАДов в части терапии или профилактики не доказана. Ну, а мы от своей программы добавим все-таки «слушайте доктора». Слушайте доктора, да. И прислушайтесь к своему здоровью. До свидания. До свидания. Слушайте доктора. Данный эксперимент не преследует цель показать количественные или качественные характеристики продуктов. Это не сравнение их преимуществ и не подтверждение качества продуктов. Эксперимент проведен исключительно с целью демонстрации для потребителей различия продуктов, даже если в составе этих продуктов используется одно и то же вещество. Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь у специалиста. Продолжение следует...